Для этого рецепта подходят практически все сорта яблок. Главное, чтобы они не были слишком рыхлыми и слишком мягкими. А все, что кроме, прекрасно подойдет. Яблоки я уже хорошенько помыла. Сейчас чистим их, удаляем сердцевину вместе с семечками. Кожуру оставляем. И опять использую свой любимый нож. У меня на канале есть хорошие рецепты, где в главных ролях яблоко. Например, несколько дней назад выложила яблочное повидло, которое режется ножом. Получается как желе. Также есть яблочные цветы из яблок и сахара. Есть яблочные мармеладки. Ну а скоро, если успею, будут также яблочные цукаты. Затем натираем яблоки на мелкой терке. Масса должна получиться немножко кашеобразной. Поэтому обязательно выберите самую мелкую сторону. Я кожуру специально не снимаю, потому что в ней большая часть пектина. Почти 8-10 раз больше, чем в мякоти. Поэтому используем и ее тоже. Вот посмотрите, такая масса у нас получилась. Не бойтесь, если она потемнеет. Ничего страшного так и должно быть. Этого не избежать. Потом посветлеем. Тут накопилось много жидкости, много яблочного сока. Но его не сливаем, потому что там достаточно большое количество пектина. Он нам нужен. Мы его будем подсушивать уже на огне. Специально для тех, кто может быть не знает, пектин это жилирующее вещество, которое находится в яблоках. В достаточно больших количествах, кстати. Сейчас ставим все это на огне и начинаем подсушивать. Но тут есть одно примечание. Вообще пектин демонстрирует свои жилирующие свойства при наличии высокой температуры и сахара. Если подсушивать это на огне и сахар добавлять или в середине, или ближе к концу, смотря у кого как получается, тогда у пектина будет не очень много времени для работы, для того, чтобы сформировать это желе. Вот почему я предлагаю некоторое количество необходимого сахара добавлять именно в начале. А сахар добавляем, исходя из соотношения 3 к 1. 3 кг яблок, 1 кг сахара. Можете его добавлять чуть больше или чуть меньше, но очень мало добавлять не советую, потому что он тут не только для вкуса, но и для того, чтобы формировать эту липкую массу. У меня тут килограмм сахара, я добавляю почти половину, чуть меньше. Кстати, вместо терки можете воспользоваться также мясорубкой, просто мне так привычнее. Вначале огонь может быть достаточно высоким, потому что тут много жидкости, никаких проблем. Но по мере уменьшения количества жидкости убавляем также огонь. Мой совет вам, друзья, если вы часто делаете варенье и все такое, тогда вам следует дома иметь рассекатель пламени, рассекатель огня. Если вы хотите сократить время варки, я вам предлагаю положить эту массу немножко в дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага, лишняя жидкость. Потом уже начинать подсушивать. Ни в коем случае не отжимаем, пускай стечет столько, сколько получится. Но, как вы знаете, как я уже сказала, в этом соке достаточно много пектина, поэтому я предпочитаю немножко дольше стоять у плиты. Как только начинает закипать, добавляем свежевыжатый лимонный сок или лимонную кислоту. На это количество я добавляю 3-4 столовые ложки лимонного сока или 1,5 чайной ложки лимонной кислоты. Вначале постоянно перемешивать не следует, но и далеко отходить не советую. Просто стойте рядом и следите за процессом. Пока яблочки у нас готовятся, я вам покажу яблочное повидло, которое приготовила на дне. Вот оно получается таким густым, как желе. Режется ножом, но в отличие от желе, просто тает во рту, прекрасно подходит как в чаю, потому что очень легко намазывается на хлеб, также в качестве начинки для любых пирогов. У меня на канале уже есть видео приготовления этого повидла. Там я рассказала очень подробно, как работать с яблоками, чтобы пектин, который находится в ней, превращал эту массу в желе. Тут нет никаких добавок, просто яблоки, сахар и все. У вас, наверное, может возникнуть вопрос, если сахар так хорошо влияет на работу пектина, зачем же не добавлять все сразу? Во-первых, нет необходимости добавлять очень большое количество. Во-вторых, если весь сахар добавлять в самом начале, тогда у нас масса получится темной. Масса на огне варится уже больше 30 минут. Если бы мы слили воду, она была бы уже почти готова. В процессе добавляем также смесь из приправ, которые прекрасно подходят к этому рецепту, к яблокам. Тут у меня 2 чайные ложки корицы, щепотка кардамона и щепотка мускатного ореха. Прошло уже 40 минут, влаги почти не осталось. Добавляем весь оставшийся сахар. Но вам, друзья, я не советую ориентироваться по времени, потому что у нас у всех яблочки разные, у них содержание влаги тоже отличается. Также разная интенсивность огня, разная посуда. Так что ориентируйтесь по наличию влаги в этой массе. Или скорее по отсутствию влаги. Так как в горячем виде состояние достаточно обманчиво, небольшую часть в тарелке остужаем в холодильнике. Потом уже смотрим, если плотности хватает, можно выключить огонь. Если нет, тогда продолжаем. Масса уже достаточно плотная, но не слишком сухая, потому что тут большое количество расплавленного сахара. По мере остывания станет и плотной, и сравнительно сухой. Пробу я делать не стала, потому что на глаз уже могу определить. Если вы делаете в первый раз, обязательно воспользуйтесь моим советом. Остужайте небольшую часть и проверяйте. Прошло уже несколько часов, у нас тут все остыло. Я поверхность закрыла пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка. Для того, чтобы шарики получались более или менее одинаковыми, я воспользуюсь вот такой ложкой для мороженого. Не делаем шарики слишком большими. Большие сушатся очень долго. Ну а дальше все очень просто. Если у вас масса не получилась такой плотной, как у меня, скажем, не додержали на огне, ничего страшного. Если возможно формировать, кое-как формировать шарики, тогда делайте это. На следующий день они станут немножко тверже. И можете мокрыми руками опять придать форму. Уже намного легче. И результат, конечно же, будет лучше. Я время от времени мою руки и оставляю их влажными. Влажными руками формировать намного легче. Если в процессе замечаете, что с первого раза получаются не очень ровные, не очень идеальные, то есть поверхность вам не нравится, можете сделать все, затем вернуться и начать с самого первого. За это время они станут сравнительно плотнее и, возможно, будет исправить все неровности. Через короткое время, когда они станут сравнительно плотнее, можно во внутрь положить любые орешки. Можно также миндаль, раз уж мы их назвали Рафаэла. Но знаете, что в таком случае их необходимо уже хранить в морозилке, чтобы внутри орешки не отсырели и не сгнили. Я знаю, что будут обсуждения, также осуждения насчет того, что много сахара, долго варили, ничего не осталось и так далее. Но, друзья мои, у нас техника такая, без всего этого ничего такого не получится. Так что будьте спокойны и принимайте это как альтернативу покупным сладостям. Тут точно никаких добавок, никаких заменителей нет. Ну а когда зимой или в любое время года вам захочется чего-нибудь сладенького к чаю, очень приятно осознавать, что в холодильнике у вас всегда есть такая сладость собственного производства. Такие сладости или цукаты, любые сухофрукты, все что угодно. Если вы следите за моим каналом, у вас в холодильнике все это будет круглый год. Положите их на подносы в небольшом расстоянии друг от друга, как сделала я. Так они сушатся намного лучше. У нас пока что погода хорошая, достаточно солнечная. Пока что я их буду сушить на подоконнике. Ну а потом посмотрим. Можно также при необходимости сушить как в сушилке, так и в духовке. Температура не очень высокая, ближе к 50 градусам. Если вы собираетесь их сушить в сушилке, тогда знайте, что на них остается след от поддонов. Или положите мелкую сетку, так намного лучше. Или же оставьте их на день или на два дня при комнатной температуре, так они немножко окрепнут. И не останется таких видных следов. Ну а сколько сушить, как понять готовы они или нет, все это приходит с опытом. Я вас уверяю, я вам, конечно же, покажу, но все остальное вы сами сможете понять в процессе. Я опять вернулась к вам. Прошло уже почти 4 дня. Все у меня уже готово. Большую часть я сушила в электросушилке. Тут у меня они были готовы за 2 дня. Если их сушить постоянно, оставлять постоянно в сушилке, тогда они будут готовы всего за день. Может быть, намного раньше. В зависимости от того, насколько крупные или мелкие шарики. Но, как я обычно поступаю, время от времени выключала, доставала потом и ставила или на подоконнике, или просто оставляла при комнатной температуре. Я обычно делаю такие перерывы. На мой взгляд, так сушка проходит намного деликатнее. Конечно же, на результате это всегда лучше отражается. А небольшую часть я оставляла на подносе и сушила на подоконнике. Они у меня были готовы уже на 4 день. Сегодня они у меня полностью готовы. Я хотела вам показать, какая получается разница. Разница только в цвете и во времени сушки. По цвету они у меня тут немножко светлее. На несколько тонов. Если для вас это важно, обязательно имейте в виду. Можно оставить немножко, сушить немножко меньше. Можно немножко дольше. Все равно их придется хранить в холодильнике или в морозилке. Без них у вас, насколько бы прохладно не было в комнате, они продержатся не очень долго. Особенно, если внутри орешки. Ну а сейчас, по законам жанра, так как у нас Рафаэлла, название обязывает, вот так обваляем в кокосовой стружке. Вот такие они красивые получаются. Как бы вы их не сушили, они все равно на поверхности остаются достаточно липкими, так что у вас с этим проблем не будет. Особенно после холодильника или морозилки, они будут более липкие. Вчера вечером у меня были гости, я их угощала. Вот у меня тут несколько готовых и остались. Кроме того, что я вам показала в видео, у меня были еще заготовки. Я все это сушила вместе. Я сейчас это делаю специально для вас, чтобы показывать окончательный результат. Ну а вообще, после сушки я без всякой посыпки отправляю их или в холодильник, или в морозилку. Доставил перед подачей, обваливаю в кокосовой стружке и все. И уже ничего подкорректировать, ничего поправлять не нужно. Они уже свеженькие, такие аккуратные и очень красивые. Если по какой-то причине на поверхности они не очень липкие, можете использовать любой сироп из любого варенья. Или может быть вы сохранили после приготовления цуката. Все это можно использовать. Но, как я уже сказала, особенно после морозилки, в этом обычно не бывает необходимости. У меня есть важный совет специально для тех, кто стоит перед выбором. Какую же сушилку брать? Друзья, у меня несколько разных сушилок, и только у этой вот такие поддоны. Они устроены специально таким образом, что на поверхности нет выступающих частей. Ну, то есть они почти гладкие. Вот почему на поверхности, когда что-нибудь сушится, даже клубника, даже вот эти шарики, следов от поддонов остается очень мало. Все эти выпуклые части, они находятся именно снизу и никак не мешают нам. Я очень не люблю прощаться и, наверное, не буду. Уже готовлюсь к съемке нового видео. Может быть, встретимся там, может быть, в старых видео. Их у меня достаточно много. Так что просто пожелаю вам приятных семейных вечеров. Друзья, эти яблочные шарики получаются такие пряные, с небольшой кислинкой. В общем, очень приятные и вкусные. Обязательно попробуйте. Положите любые орешки на свой вкус. Просто у нас в доме любят именно такие. Мои мальчики не любят, когда внутри орешки. Их много съесть вы точно не сможете. Мне, к примеру, хватает всего одного шарика для чашечки кофе или чая. Несколько штук я все же сделала с орешками, чтобы вам показывать. Посмотрите, как аппетитно это выглядит.